Итак, дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер. И сегодня мы открываем новую страницу. Или не совсем новую, но хорошо забытую старую. Это скульптинг в блендере. Я сколько раз пытался в нем поработать. И каждый раз меня убивало то, что не хватало знаний и то, что все это, как бы, знаете, не точно. То есть привычка работать с полигонами, с топологией, да, оно привело меня к тому, что надо очень точно работать. А здесь нажал туда, нажал сюда, все бугристое, все некрасиво. И не было, я даже скачал два курса себе, ну и там тоже как-то, ну не то. Это, вы знаете, любой туториал, он должен быть по душе. Если нет этого, он вызывает отторжение. Поэтому сегодня мы с вами будем делать по двум туторчикам, каждый из них 22 минуты, то есть 44 минуты. У нас это растянется на 4 часа, это точно. Потому что я буду повторять слово в слово, буква в букву. Итак, начнем мы с того, что будем делать. Возьмем с вами имидж, первое, референс. Вот здесь возьмем референс, они лежат у меня на десктопе. Будем делать такого удивленного медведя. Вот такой медведь будет, да. Вот, мы его увеличим сейчас. Так, нет, не так. Ах ты, елки-поп, тут еще яйцо какое-то. Так, еще раз. Имидж, референс. Возьмем первый референс. Это вот вид спереди. Так, теперь S. И вот здесь наблюдаем. Сейчас я вам покажу, где. Увеличим до 5000. Вот так. Вот видите, вот здесь 5000. Но и это можно следить за тем, когда вы начинаете двигать. В верхнем углу появляются цифры. И вот 5000. Хорошо. Теперь мы заходим в троечку сбоку. И тоже грузим этот самый референс. Теперь возьмем сбоку. Вот так он выглядит. Немножко удивленно, удрученно. Так, и тоже нажимаем следить. Теперь вот здесь. Берем S. И двигаем. Доводим до 5000. Останавливаемся. Смотрим. Проверяем. 5000. Все отлично. Далее сверху. Это семерка у нас. Если вы хотите идти за мной в этом плане, то есть шаг за шагом вас не пугает ни длина, ни нудятина этого процесса, то я вам предлагаю скачать эти референции. Я ссылку дам в описании. Так, еще раз. S. И тянем. Смотрим за цифрами. Там уже что-то... Вот так. 5000. Видите, 5000. 7, да? Ну, мы сделаем 5. 5. 5. 5. 5. Если переборщили. Точка. И 5. 5. Ну, мы видим, он у нас находится на 180, его надо повернуть. Значит, тогда R, Z и 180 градусов. Так, давайте я вам тоже включу сейчас этот самый. Вот, скажу, влево. Влевом углу он будет у нас. Вот, теперь вы будете видеть, если что. Так, теперь мы смотрим на это все и будем растаскивать. Этот мы потащим по X. G, X. Перенесли сюда. Этот G, Z вниз. Этот G. Y. G, Y. Сюда. И здесь нам надо еще один поместить. Он тоже находится во фронте, но только с другой стороны. Так. Мы сейчас берем Shift-A. Shift-A. И берем... Где у нас еще? Вот он имидж. Reference. И берем вот этот сзади. Потому что нам надо знать, как выглядит хвост. И тоже увеличим S. До... 5. Вот так. 5. Есть. Отодвигаем его по Y. G. По Y. Так вроде все сделано. Теперь у нас проблема. Вместо того, чтобы видеть лицом, видеть пупку. От этого надо избавиться. Как это сделать? Так. Давайте мы его выделим сейчас. Так, так, так. И... Вот этот перфертиз. Я забыл, как его... Этот... МЧ... Как сделать его прозрачным для этого. Но с этой стороны он должен быть виден. Так. Сейчас я гляну в туториал и вам расскажу. На чисто русском языке. Ну, почти что. Чисто. Так. То есть, нам нужно выбрать этот объект. КАМ! Пойти вот сюда, в Image. И сказать, что мы должны это видеть во фронте. Так. Но... У нас должен быть транспарент, ну, где-то 0.7. Вот так. И что мы видим? С этой стороны мы не видим ничего. А с этой видим фронт. То же самое нам, наверное, надо сделать здесь. Я не знаю, фронт использовать или бэк. Лучше попробовать фронт. Лучше попробовать фронт. Сейчас, секунду. Бэк. Да. Все правильно, ребята. Надо было бэк применить. И тогда, если мы нажимаем однерку, мы получаем вот этого. Видите, да? Чтобы назад, бэк получили, нажимаем девятку. Вот. Видите? И вот тогда все у нас нормально. А с верхним и с боковым мне нужно это делать, потому что они по одному проекции. И таким образом мы с вами подготовились. Прекрасно. Следующий этап. Вам надо пойти вот сюда. И сказать в эдит референции. И включить тут, по-моему, называется экстра. Вот. And mesh экстра объекты. Почему? Ну, потому что нам это сейчас понадобится. Мы открываем Ctrl-A, Shift-A. И берем в мэше... Так. Где у нас тут экстра объекты? Подождите, секундочку. Где-то должны быть у нас экстра объекты. Они что, не включились? Не может быть. Мэш. 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 Вот, допустим, круглый кубик включился. Вот это нам надо. Вот он, круглый кубик. Так. И у нас здесь, допустим, мы скажем, что радиус. Здесь, скажем, 16 пускай у нас будет. Потому что мы его собираемся в... А вот радиус... Так. Какой нам лучше сделать радиус? Так. Давайте мы сейчас включим еще, чтобы нам виднее все это было. Давайте включим вот здесь. Нет, не здесь. Это вот тут. Рандом. Рандомный объект, допустим. Да, будет? Чтобы нам виднее было, где, что, как, что включается. Окей. Теперь смотрим прямо сбоку. Берем, увеличиваем S до величины этой рожи. Поворачиваем тройка. И тянем ее на место G. Вот сюда. Я думаю, что надо эту шортку сделать в середине. Иначе вы ничего не увидите. Центр. Вот так. Все. Переходим обратно сюда. И тут начинается это священно действие мамы ее. Мы идем с вами, наверное, сразу же в скульптинг. Сделаем. Скульпт. Здесь есть вот этот краб. Мы можем этим крабом управлять с помощью, если у нас по X все, да, видите, появляется два кружочка. Вот здесь X включили. Так. И с помощью F мы можем увеличить действие и сразу же начать работать. Видите? Можем сверху начать и вот подгонять, как у нас этот голова этого мишки будет выглядеть. Увеличиваю или уменьшаю. Куда-то можем более точно все это делать. Щеки вот так подвинуем, да. Теперь тройка. И здесь, чтобы не было таких вмятин, давайте мы сразу больше делать. Когда мы больше захватим, вот так вот сюда. Здесь мы видим, что вот так нужно. Здесь вот так. Тут вот так. Смотрим, да. Троечка. Ну вот так. С этим не волнуйтесь, мы еще будем много работать. Примерно вот поставили такой шарик. Ну, они не всегда совпадают, эти вот референции. Поэтому относитесь к этому спокойно. Так, хорошо. Начало есть положено. Ну, еще я вам сразу скажу, что полезнее работать с эластик дефол. Более эластичный, видите, он как бы следует сразу не делать никаких вмятин особых. Поэтому я советовал бы вам делать с этим сначала. Вот так. Вот так. Хорошо. 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 Если мы довольны этой формой, то мы перескакиваем сейчас из скута в объект мод. Вот. Выделяем, говорим shift D. Ну, по Y. Сразу же уменьшаем. Переворачиваем. Не знаю, наверное, так лучше. То есть примерно устанавливаем сразу на место. А далее опять скульпинг. И здесь использую тот же самый инструмент. Немножко поболее. Еще поболее. И начинаем его формировать. Переключаясь с одного ракурса на другой, можем посмотреть. Видим, что он не стоит там, где нужно. Поэтому. Хорошо. 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 кстати если нужно то можем удалить вот этот здесь уже более точно отгонять медвежью рожу используя все те же тоже инструмент то же самое ведь о чем я говорю что они не соответствуют надо поэтому надо выбирать что-то среднем зачем я этим где-то я думаю что если мы отключим видим что а с этой стороны он должен быть шире вот тут снова переключаемся скульпт идем объект мод берем вот этот рим shift как такое несовпадение сильно то здесь все нормально там нет мы будем это учитывать что делать ты лучше надо поэтому ориентироваться правда так уж я надо немножко подвинуть вниз вот эту вот это ну ка джей а зато если я чуть сделаю пониже так наверное будет более менее похоже так пока а если этот включить наоборот ушел ладно сейчас подгоним вот так подгоним да и все здесь поменьше сюда чуть-чуть сюда чуть-чуть не знаю мне надо возвращаться всегда сюда что ли чтобы выделить я этого еще не знаю пока я вижу так вот допустим я вышел сюда да обратно забежал скульптинг очень хорошо надо потом найти где это надо найти где это происходит надо себе сделать такое так ну хорошо теперь опять объект мод берем вот это shift D и будем делать нос давайте R прокрутим его вот так где-то и делаем нос S уменьшаем ставим так как нам нужно вот допустим вот так пока G сюда и в скульптинг тогда уж надо горячие клавиши здесь есть наверное можно поставить в принципе скульпт F потянем сюда сюда смотрим спереди о тут мы конечно немножко перестарались вот в этом вот так пряменько да теперь возьмем этот большой горб сделаем вот этот вот выделим вот эту shift shift D разворачиваем разворачиваем и увеличим S ну давайте делать опять же скульптинг это разворачиваем побольше G нет F вот такой EL уже больше скульптинг смотрим спереди да примерно так вот вот отлично отлично пока все так мне нравится этот способ тем что как бы из этих примитивов да можем что-то создавать так ну-ка если мы возьмем теперь вот этот и скажем 9 сзади да то мы видим все нормально но у него должна быть еще одна вот эта большая прежде чем мы приступим к ногам к рукам к лапам да нам надо сделать еще вот эту большую такую немножко подзакруглим чуток троечка да переходим опять объект мод или вот эту вот эту ну или эту разницы нет шип D ставим ее сюда поворачиваем контроллер и двигаем смотрим как она будет выглядеть она почти что подошла единственное что первое и девятое но это можно отключить чтобы видеть ну она такая есть только если немножечко увеличим так так к примеру ну теперь нам надо очень большую будет так чем у нас со временем 25 всего это в следующем видео ребята стоп 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 ь